Приветствую всех телезрителей! С вами Юлия Черняева и это универсальный формат. Вопрос, да, что держу в руках? Ногайка обыкновенная для тех, кто будет плохо себя вести, сегодня пролетит. Нет, на самом деле, конечно, шучу. Сегодня будет у нас очень весело, интересно, музыкально. И балалайки будут, и интересные гости. И, конечно же, конкурс для вас, друзья мои. Сегодня разыгрываем замечательные, пригласительные на удивительный спектакль. Открывается театральный сезон и вас с большим удовольствием приглашает театр Самарская площадь на спектакль «Семейный портрет с посторонним» 22 августа. Конкурс частушек объявляем. И если есть у вас что спеть, может быть, есть любимая, естественно, приличная, звоните. 202-11-22. Балалайка тоже присутствует. Играть я на ней не умею, но наши гости сегодня вам подпоют и подыграют. Давайте знакомиться. Итак, в нашей сегодняшней студии, в прямом эфире, замечательный клуб славянской культуры «Веста». И я представляю вам наших гостей. Это Наталья Копылова, такой руководитель, человек, который вокруг себя собирает различных интересных людей самого разного возраста. Наташа, очень рада тебя видеть. Вновь прибывшие члены клуба. Новенькие, я так понимаю, да? Ну, есть и новенькие, есть и уже ветераны. Хорошо, давайте знакомиться. Это Олег Восякин. Олег, привет. И Алиса Чупрынина. Очень рада видеть вас. Ну, у нас тут много чего лежит. Я думаю, мы об этом, обо всем сегодня расскажем. Наташа, ну, как клуб славянской культуры «Веста» проводит лето? Провел уже. Можно какие-то итоги подвести? Лето мы провели очень активно. Итоги, наверное, подведем после того, как сегодняшняя вечерка пройдет. Но мы обязательно всех гостей пригласим на нее. Мы разделились, потому что я так получилось, что была вне клуба это лето. Меня, скажем так, я поколесила была и в Питере, и в Новосибирске собирала для ребят, скажем так, новые увлечения. Вот привезла была лайку. Кнут теперь осваиваем. Кнут и пряник? Олег у нас теперь есть. Вот. А ребята в главе с нашими тренерами-инструкторами, это Марина Колбина и Олег Васякин. Вот. Ну, подпроизводительством больше всего Марины, потому что она такая шефство взяла над клубом в это время. Они у нас проводили активные леты и участвовали в фестивалях. И выступали и на дне ВМФ, и на дне ВДВ с показательными выступлениями. Ну, подробнее сами расскажут, наверное, вот. Про лето клуба в Самаре расскажет Олег. Олег, расскажи, как так получилось, что ты вот теперь носишь такое гордое звание тренер-инструктор-майстер практически? Ну, я думаю, что я уже долго занимаюсь и чего-то достиг. Долго занимаешься шашкой? Да, именно шашкой. Как первый раз в руки ты ее взял? Ну, вообще случайно. Как-то людям случайно шашки попадают в руки, так. Пришел на занятия, и там еще преподавали фланкировку казачьей шашкой. Взял ее в руки, попробовал, мне очень понравилось, и стал дальше. Прямо сразу получилось? Нет, приходилось стараться, конечно, первое время. А были какие-то травмы небольшие? Нет. Не получалось, вот что-то прям бросал, такое было? Нет. То есть сразу как-то легло и пошло? Да. И нравится тебе? Да. Уже выступал, я так понимаю, неоднократно. Какие ощущения? Да, очень много раз. Ну, каждый раз по-новому, но это драйв, ярь такая. Без нее никуда. Очень нравится. Очень нравится. Ну, Алис, ты у нас новый член клуба. Как так случилось? Сложилось? Я узнала про фланкировку году еще в 2011-м, и очень сильно загорелась. То есть я видела в видео, как в интернете девушка такая в Черкесске красивая, гордо крутит шашкой. Тоже очень захотелось. Вот. И как-то потом это, я не смогла их найти. Года через три мне друзья сказали, что в клубе «Железный век» реконструкторском у нас есть такой, ребята крутят казачьи шашки. Я поняла, что оп, вот оно нашло меня, пришла, взяла в руки и поняла, что это мое. Загорелась. А как вот так случилось, что теперь ты в Весте? Ну, чем дальше, тем больше нравится, тем интереснее, сложнее элементы. Хотел все больше, больше, больше. Потом в фестивале, потом... Ну, вообще это как бы очень такой расплаченный коллектив и затягивает. Ну, каково это ощущать себя маленькой, хрупкой девушкой в руке шашка? Мужчина разбегается? Нет. На самом деле, мне кажется, что оружие какую-то свою энергию тоже отдает. То есть, вроде берешь, кажется, ну, тяжелая, она под килограмм некоторые весят, там, ну, в худшем случае. А когда музыку особенно включат, как пошло крутить. То есть, откуда что берется, непонятно. Может, действительно оружие передает. Ну, кстати, Наташа, откуда вот эти все инструменты? Вот шашки. Трофеи собирались в течение полутора лет примерно. Нет, какие-то шашки мы покупаем на фабрике, какие-то шашки подарочные есть. Вот. Кнут, например, я приобрела буквально вот в Новосибирске. Такой длинный он для чего? Длинный, но это короткий кнут. Это короткий. Это двухметровый кнут. Алиса, возьми, пожалуйста. Венгерский, да. Алиса больше всего, мне кажется, рада была, когда я привезла кнут. Она говорит, ай, кнут, ура! Для чего он нужен? Щелкать можно им. То есть, опять же, это работа с телом. Это наработка гибкости, умение владеть своим телом. Потому что чем короче кнут, тем сложнее добиться щелчка такого, как выстрел. То есть, не просто, чтобы щелкнул, а щелкнул так, чтобы где-то подумали, что на самом деле стреляют. Сегодня вечером на вечерке на Ленинградке будете? Сегодня с кнутом, к сожалению, не будет. У нас крекер, к сожалению, отошел, отвалился. И я его еще не успела сплести, но буквально сплету. И уже на авиашоу в Бобровке 23 числа мы тоже будем там выступать. В рамках площадки пусть всегда буду я, а кнутом мы поработаем. Этот кнут венгерский, я его приобрела в Новосибирске, когда ездила на военно-патриотические сборы, но первый раз увидела я его в Питере. У нас был большой семинар там, трехнедельный. И были ребята из Техаса, из Чехии, из Венгрии. И как раз руководитель этих семинаров, он показал, как работать с кнутом. И еще одна страсть появилась. Но откуда же, интересно, берутся вот эти крылатые выражения «кнут и пряник». Вот это таким кнутом имелось в виду? А может быть, у нас вообще интересные были даже виды поощрений и наказаний в лагере. Ну таких, не скажем так, эмоционально безболезненных, наоборот, веселых. Но по заднице ребята получали у нас и таким кнутом, и нагайкой, да. Причем все это со смехом было. Ну, надеюсь. Интересно, хочется осваивать новые какие-то виды, потому что шашку мы освоили, но нет предела совершенства, поэтому мы, конечно, развиваемся в этом плане. Но хотим добавить акробатику и работу с кнутом, поэтому вот, может быть, еще что-то будет у нас. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если знаете какую-нибудь частушку, давайте звоните нам. У нас сегодня прекрасные призы, билеты в театр. Я думаю, что это хороший повод провести время с приятным человеком, в приятной компании. Приобщиться к искусству театральному. Открываем театральный сезон вместе с Самарской площадью и спектакль «Семейный портрет с посторонним». Звоните, пойти нам в частушки, мы с большим удовольствием будем слушать и подпевать. И прям буквально через пару минут тоже что-нибудь для вас удивительное споем. Ну, Наташа сказала, что ты была в Питере на аж трехнедельном семинаре. Что там было интересного? Как тебя туда вообще занесло? На три недели бросить все и уехать? Занесло так. Мы приглашали на семинар к нам Андрея Каримова. Это было в ноябре. Ну, фольклорист, известный этнолог. И он пригласил в Питер. Он собирал как раз людей, которые неравнодушны к традиционной культуре, которые занимаются, хотят ее развивать. Пригласил нас на большой семинар. Мы жили в спортивном комплексе. И три недели у нас каждый день шли занятия. То есть у нас с восьми утра было занятие по балалайке до девяти. Потом у нас были занятия, ну, наверное, может быть, потом с фотографией я принесла, может быть, с ними потом можно будет, удобнее будет прокомментировать. Были занятия по балалайке, были занятия по фланкировке. Я их вела, и мы еще записывали семинар. То есть мы еще снимали видео. Вот. Была работа в бассейне у нас. То есть работа со страхами, казалось бы. Ну, давай рассказывай. А, вот, да, как раз буду комментировать. У нас поспособствовало тому, чтобы мы жили в благоустроенном комплексе, спортивном, батюшка. Вот он есть на фотографии. Замечательный, как он прыгал в бассейн на занятиях. Это надо видеть. То есть таких, на самом деле, я не видела веселых. Вот. Балалайка сроднилась ты с балалайкой? С балалайкой я сроднилась. Вот фотография с ночных занятий. Ночных? Мы с ребятами сами приходили в спортзал. И вот эта фотография сделана в два часа ночи. Потому что мы жили в комплексе. И рядом были, соответственно, у нас. Номера и спортзал был рядом. Это утреннее занятие по кадриле. И краковяк мы танцевали, и кадриль танцевали, и другие различные народные танцы. Вот как раз Олег, это юноша из Венгрии, с разных стран ребята приезжали. Вот. Девчонки у нас также занимались нижней акробатикой. Это кувырки через препятствия. Препятствия сами залезли под нас. Это парни наши. Вот. Работа с платочками была у нас. То есть пляс и бой изучали, связь пляса и боя для мужчины, для женщины. Вот как можно платочком, так вот аккуратненько, если к тебе пристают, отвлечь внимание. И, в общем-то, юношу, который не нравится, немножечко отвезти. Отвезти, да. Ух, какие вы красивые. Это фотография с 9 мая. То есть с 9 мая мы все пошли на набережную Невы и пели там частушки и песни казачьи. Вот таким вот веселым составом из разных стран, из разных городов, со всей России мы жили в течение трех недель. И вот именно там я взяла в руки балалайку. Держи. Вот, да. И вот потихонечку начала ее осваивать. На самом деле уникальный инструмент. Вот вроде бы три струны. Вот. А сколько пользы от нее? Кстати, не все знают, что три струны балалайки. Думаю, что там их очень-очень много. 18. Вот. На самом деле, помимо частушек, я на самом деле думала, что под балалайку можно только частушки петь. На самом деле, почти все казачьи песни можно петь под нее. Некоторые уже даже я освоила. Вот. Долго ли ты училась? Учиться недолго, на самом деле, нужно привыкать. Дело в том, что достаточно вот у меня мужской вариант был алайки, жесткие струны. И пока вот не огрубеют пальцы, очень больно. То есть, на самом деле, такое самое тяжелое для меня это вот было дождаться, когда мне будет просто не больно зажимать струны. То есть, это значит, играть, 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 играть. Играть, играть, постоянно практика, да. Потому что я, например, в Питере играла, потом приехала в Самару 2-3 недели, не практиковалась, уехала в Новосибирске, и все заново. То есть, заново приходилось постигать. Но зато, допустим, теперь балалайка используется у нас под игры. То есть, когда искусственная музыка, допустим, из гнитофона, да, из колонок, это один, ну, одни ощущения. А когда у тебя настоящий инструмент в руках, и ты задаешь ритм, и ты подстраиваешься уже под ход событий, совсем другие ощущения. И игра, она, ну, раскрывается совсем по-новому. Это игры, и забавы, и кадриль можно танцевать. Вот мы сегодня будем на Ленинградской танцевать кадриль. Будет у нас мастер-класс с 18 до 19.00. Вот под балалайку, собственно говоря. Давайте частушки петь. Алиса, ты знаешь частушки какие-нибудь? Да. Давайте начнем, может быть, к нам присоединяться. Зрители, 202-11-22, телефон прямого эфира, ждем ваших частушек. Наташа, давай мне создай музыкальный фон. Это дебют. Давай. Музыкальный фон, я говорю, друзья, звоните. А сама чая припевала, в синей юбочке была, все четыре ухажеры любовались на меня. А у кака она вылетала белая смородина, у меня уху и явно по Самаре родина. А наша маленькая шаечка шали, 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 нашу маленькую шаечку никто не шевелит. С ума сойти, друзья. 202-11-22, телефон прямого эфира. Ждем ваших частушек. Если что-то знаете, может быть, что-то любимое есть, знакомое из лучшего, звоните. 202-11-22, мы споем в прямом эфире, подыграем вам и дадим пригласительные билеты на замечательный спектакль «Семейный портрет с посторонним» Театр Самарская площадь. Ну что, мы раз уж заговорили о том, как провели лето, мне кажется, удивительно, да? Где были, что делали, Алис, пока Наташа по Питерам и Новосибирскам разъезжала? Пока Наташа по Питеру и так далее разъезжала, мы как бы не скучали. Я была на связи с ребятами. Она нас контролировала издалека. Нас в тренировке проходили прямо на набережной, то есть мы около Волги занимались шашками, Марина нас держала. В тонусе? В тонусе держала? В тонусе, да. Мы каждый день почти изучали что-то новое. Что самое интересное, это то, что не закрыто на помещении, то есть мы занимаемся, люди видят, что это они делают. Да еще и девчонки, да еще и с оружием подходят, а они настоящие. То есть иногда подходили даже дети вот такие, с родителями. Дайте подержать. Дайте подержать. Мы двумя руками даем-то, чтобы не тяжело было. А они начинают понимать, что она настоящая, что дело серьезное. Интересуются. Многие обещают подрастет, придет, а многие прям вот с этих лет начинают пробовать. Например, девочка маленькая у нас приходила туда на набережную, Альбина ее, кажется, звать. Она в это дело сразу влюбилась. Мы думаем, ну, шашку не дашь ребенку, она с нее ростом, во-первых. Вот. И я решила дать ей вот на гайку. Она стала изучать, у нее стало получаться почти сходу, как бы самые простые восьмерки крутись. То есть у некоторых задатки есть даже вот с таких малых лет. Опасные ничего не даем, но вот так вот они играют. Иногда даже отвлечешься, а смотришь, она уже делает какой-то элемент, который ты не умел делать. То есть она повторяет. Это память по поколению, наверное, какая-то есть. Может быть, да. Какая-то удивительная. Олег, а кто же все-таки лучше-то обучается шашке? Мальчики или девочки? Мне вот интересно. Есть ли какое-то у вас негласное соперничество? Кто что быстрее выучит? Кто как-то интереснее сделает, выступит? Мне кажется, нет такого соперничества. Просто от самого человека зависит, легко ли ему шашка дается или нет. И у каждого этого по-разному. Кому-то хватает трех тренировок, чтобы освоить половину базовых движений, а кому-то и шести не хватает. Ну, все по-разному, получается, втягиваются. Наташа, сегодня вечером будет ли что-то с шашками показано всем тем, кто будет проходить в шесть часов вечера, в семь вечера на Ленинградке? Да, у нас будет показательное выступление по крутке, и у нас, скажем так, очень большое количество новых ребят появилось в клубе, поэтому у многих будет дебют, наверное. Сегодня именно представление. Будет девушка у нас, которая первый раз будет на публике выступать, будем ее поддерживать. Это опасно вообще для зрителей? Ну, вообще есть техника безопасности, как правильно держать шашку, чтобы она не вылетела из руки определенный хват, поэтому у нас за все время наших выступлений еще ни разу. Ни один зритель не пострадал. Это хорошо. Ну, а если вдруг, я думаю, кто-то сегодня будет проходить мимо в районе улицы Ленинградской, Молодогвардейской, с шести часов вечера там будут уже удивительная музыка звучать и красивые люди танцевать кадриль. Кадриль тоже люблю безумно и очень нравится мне ее танцевать. Сегодня Наташа что-то интересное, да, будет там показывать? Сегодня у нас пройдет мастер-класс для самых-самых новеньких. Я привезла знания, опять же, из Новосибирска о Новосибирской, вернее, о Архангельской кадриле. Она отличается как-то? Ну, они разные вариации есть, разные колена, то есть есть определенная последовательность. Возможно, что-то было изменено, потому что исконный вариант, наверное, сложно сейчас найти. Но вот 10 колен я знаю. Каждое колено, ну, наверное, вот пару колен мы сегодня сможем освоить в зависимости от количества людей. Нет способностей, как пойдет. Нет способностей, да, потому что то же самое, что касается освоения шашки, то же самое и с русскими народными танцами. Если есть чувство ритма, чувство такта, и вы слышите музыку, освоение пойдет проще. Если же медведь на ухо наступил и с чувством ритма сложно, то, ну, чуть подольше будем заниматься. Ну, ничего страшного. Но надо пробовать, конечно. Как говорится, никто не лучше вас, кто-то просто раньше начал. Это здорово. По поводу Новосибирска, давайте посмотрим фотографии. Наташа, что за удивительная практика была у тебя в Сибири? В Новосибирск я ездила на военно-патриотические сборы, называются они «Сибирская застава», а это, по сути, детский лагерь с военно-патриотическим уклоном. Я ездила туда как инструктор по фланкировке. Да, у нас детки были с 7 лет и до 18, разные взводы, соответственно. И мальчики и девочки. Мальчики и девочки были, да. У нас здесь показаны детские занятия, причем очень часто люди приезжали с семьями, вот. И если мамочки, они приезжали с детками до 7 лет, то они также принимали участие в играх. Здесь показаны детские занятия на ковре, когда дети именно с папами занимаются. То есть это семейные традиции, да. Жили все в лесу? Жили мы на Береговского водохранилища, в Сосновом Бару. Ягода, костяника, земляника, малина. А погода? Погода волшебная. Когда у вас здесь в июле были дожди, у нас там было солнце. Мы загорали, купались, ходили на рыбалку ночью с бреднями, собирали ягоды в лесу. И у нас здесь вот девчонки занимаются росписью, роспись мезинская. Я теперь тоже увлеклась ею. Еще одно увлечение, привезенное мной из Новосибирска. Вот эту расческу я расписала на первом занятии. Подарила сестре по приезду. Вот. Теперь у нее вот такой вариант. А у меня теперь нет проблем с подарками. Я теперь могу дарить всем то, что я хендмейн. Расписные вещи, ну это здорово. Вот здесь мастер-класс по кожному делу. Ребята-мальчишки, они занимались и кожевиным делом, и резьба по дереву, и как бы, ну и много еще интересных занятий было у нас, именно прикладных, творческих. Это, здесь фотографии идут по высотной подготовке, даже самые маленькие у нас проходили полосу препятствий, и как бы навесной городок веревочный, он был, осваивался. Это вообще очень удивительная вещь. Сама тоже пробовала. Страшно для тех, кто первый раз. А потом прям... Еще, еще. Потом на скорость начинают, потом... Здесь вот у нас ребята в пейнтбол тоже играли. У нас разные взвода были, соответственно, от 7 лет и до 18. Поэтому старшие ребята, они тоже, естественно, проходили все эти препятствия. Но у них, они уже были в амуниции, в разгрузке с автоматами, с моделями автоматов. А ты преподавала там... Я была инструктором по крутке шашки, по фланкировке, да. Ну, какие успехи у ребят? Замечательные успехи. У нас было показательное выступление 26-го числа, 26-го июня на аэродроме в Новосибирске мы выступали. То есть после полного... полной смены ребята после двух недель, они уже выступали и достаточно достойно крутили. Это ежегодный лагерь? Ежегодный... он 20 лет уже этот лагерь. 20 лет? 20 лет лагерю, да. Вот это да. То есть уже есть дети тех детей, которые... Дети детей? Дети детей уже приезжают, да. Дети выпускников. То есть серьезно, настолько как бы вот это прижилось именно там... Волшебная атмосфера там творит на самом деле. И место, так понимаю, тоже, да, неизменно? Место замечательное. То есть, ну, сосновый бор, берег Обского водохранилища, как берег моря. Две бани у нас, у нас там свой тандыр, лепешки. У детей конная подготовка, высотная подготовка, борьба в кругу, метание ножей. На стрельбы мы, ребята, вывозили. Фланкировка, прикладные творческие моменты все очень активные. И каждый день у нас занятия. Вот. И причем детки еще сами у нас с каждого взвода, каждый день мы... Брался один человек. Доброволец? Да, ну, как доброволец, не доброволец. Означался. Означался, да. Вот. И эти ребята, пять человек, с каждого взвода по одному, они шли у нас в наряд. И они были папой и мамой для всего лагеря. То есть, готовить, разжечь костер, приготовить еду, накрыть на стол, убрать, помыть посуду. При том, что водопровода, естественно, нет. Это с колодца надо воды натаскать. И в баню натаскать, и везде натаскать. То есть, они, даже семилетние, восьмилетние, девятилетние, они потом, приезжая домой, понимали, какая мама-то, оказывается, фея и волшебница. И не так-то все это... У нее-то есть стиральная машинка и посудомоечная, или там просто средства для мытья посуды и теплая вода. Но, тем не менее, мама-то каждый день в наряде. Триста шестьдесят пять дней в году. Да, Наташа, у нас есть звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Альбина. Альбина, это очень здорово. Альбина, не ты ли ходила на набережную? Давай, рассказывай. Нет. Другая Альбина. Ну, все равно, молодец, что позвонила. Ты частушку нам хочешь спеть? Я хочу спеть. Ну, два маленьких, четыре расти, все частушки. Один я сама придумала, второй знаю, на хор ходила раньше. Так, Альбина, скажи, музыкальное сопровождение тебе нужно? Ну, вообще-то нет. Сама сможешь. У меня и так голос нехороший, но тем более я заболела немножко. Давай, мы тебя очень слушаем с большим удовольствием. Первый мой. Ох, кошка, брысь, на порог не садись. Один миленький пойдет, спотыкнется, упадет. И второй. У меня на царапане косолапый петухик. Я сама не писала. Приделась мне лихи. Молодец. Отлично. Вот у нас претендент номер один на наши замечательные пригласительные билеты в театр. Спасибо большое, Альбина. Очень здорово выздоравливай, дорогая. Очень желаем тебе крепкого здоровья. Сегодня, ребят, мы вас увидим с шашками? Да, конечно. На вечерке мы выступаем. На вечерке выступают ребята. Об этом чуть позже расскажем, что, где, когда можно будет наблюдать. Впереди у нас еще знакомство с ребятами из клуба славянской культуры «Веста». Не переключайтесь, будем через пару минут узнавать что-то новое. Легким движением женских рук девчонки побеждают мальчишек в перетягивании каната. На спортивном празднике аниматоры-ковбои проводят с ребятами сначала разминку, а потом соревнования в силе и ловкости. Виктория Сгороднева на День спорта пришла в футбольной форме. Уже год каждый день наравне с парнями гоняет мяч по полю. Футбол – единственный вид спорта, который выплескивает, можно выплескивать свою энергию на футбольном поле. Это адреналин. Он играет в крови, как бы сказать, играет адреналин. Юные гости праздника, воспитанники самарских приютов, в спорт погрузились с головой. На выступления паркур-команды смотрели с восторгом. Ребята из приюта подросток, где и проходили физкультурные торжества, с зарядкой и подвижными играми не расстаются никогда. По утрам мы с одной девочкой бегаем, а остальные дети тоже спортом занимаются. В спортзал ходим, на всякие мероприятия участвуем во всех. На странице даже сразу поднимается. Все лучше чувствуешь. Особую радость у ребят вызвали огромные мыльные пузыри и возможность самим оказаться в большом прозрачном облаке. Местный день физкультурника проходит здесь не в первый раз. Организаторы из Самарской Федерации Грэпплинга говорят, с кого, как не с детей, начинать воспитывать здоровую нацию. Буквально месяц назад мы провели в этом же приюте праздник. Он был посвящен военно-морскому флоту на День Нептуна. Вот решили сейчас перед первым сентября провести. Но мы взяли за правило каждый месяц в каком-то из приютов проводить какие-то праздники спортивные, чтобы был уклон именно спортивный. Приобщать ребят к физкультуре здесь намерены по-серьезному. Планируется, что вскоре в приюте подросток откроется секция спортивной борьбы грэплинг. Когда что-то спонтанное всегда очень проходит на ура. Вечерка, летняя, Самарская. С 18.00 будет идти подготовка. В 19.00 стартуем и до половины девятого на пересечении улицы Ленинградская, Молодогвардейская. Приходите, надевайте удобную обувь, приводите детей. В общем, будет весело и интересно. Поверьте, услышите за версту, музыка будет слышна. И я думаю, что точно не пройдете мимо. И что же, давайте знакомиться с новоприбившими нашими участниками. С нами здесь по-прежнему Наталья Копылова. И присоединились к нам Елена Крайникова. Лена, здравствуй. И Максим Сомов. Максим, привет. Наташа, новые ребятки, получается? Новые, молодые. Но уже очень хорошо крутят. И уже не раз выступали. Выступали ребята у нас уже и на фестивале в Древнем мире. Выступали на дне ВДВ, на дне ВМФ, на набережной. У нас было совместное выступление с нашими друзьями, с клубом Добрыли из Кенеля. И, соответственно, мы сделали совместное выступление. И самые наши юные члены клуба уже приняли там участие. Ну, давайте начнем. Максим, расскажи, как ты вообще узнал, что такое шашка, что она есть вообще? И как пришел в клуб и стал заниматься? Ну, я познакомилась с ними в железном веке. Я ходила в железный век, вот, металтоможи. Так. И увидела, вот, клуб Вест. Что есть еще шашка? Подошел, вот, спросил, можно попробовать? Найдал шашку мне, я попробовала, у меня получилось. То есть там сразу получилось? Ну, не сразу, но... Скажи, а есть ли какая-то разминка у тебя, вот, прежде чем начать что-то крутить? Что ты делаешь обычно? Есть ли какая-то такая? Ну, разминая кисть. Так. Вот, локтевые суставы. Угу. А внимательность важна какая-то такая вот? Ты умудряешь себя как-то не только крутить, но еще смотреть там по сторонам, на людей и так далее? Замечал? Замечал. Видно хотя бы что-нибудь или пока только на шашке концентрируешься? Нет, на людей. Ну, страшно было выступать первый раз? Нет. Нет? Очень не страшно. Что выпадет, ты упадешь там, нет? То есть был уверен в себе? Да. Какие молодцы ребята. Первое выступление у Максима было в воскресенке, мы выступали на большой казачьей ярмарке, по-моему, еще до Питера, это апрель был месяц, вот, он на сольно выходил. Сольно выходил. Да, и уже кидал высоко шашку, я помню, есть у нас видео этого выступления, он очень достойно выступил. Здорово, как здорово. Лена, ну расскажи ты теперь, у тебя какая-то история интересная? Ну, я очень давно увлекалась оружием, много читала об этом, интересовалась. Каким оружием, расскажи. Холодным, потому что сначала я начала увлекаться огнестрельным оружием, но поняла, что это слишком тяжело, чтобы вот так детально изучить все, и перешла на холодное. И просто шла по набережной, как-то увидела клуб Веста. Пришла, мне показали простейшее движение, но сразу у меня не получилось, конечно. Но потом я пришла на следующее занятие и почувствовала, что в клубе очень тепло, приветливые люди, очень хорошие отношения. И начала, и пошло потихоньку. Вот когда иногда, вот, Наташа, знакомишь, да, с твоими ребятами, сразу видно, наши люди или нет. Это вот прям вот по глазам читается, здорово. Ну, ты расскажи про свое первое выступление, как это было? Я очень сильно боялась. Ну, у меня была синхра, синхронизация парная. Ну, вроде нормально. Синхра? Это ваши местные какие-то, да, там, названия? Местный жаргон. Ну, и как? Приходили на тебя смотреть твои близкие? Да. Что сказали? Сказали, очень хорошо получилось. Пластично двигаешься. И сколько раз ты уже выступала? Раз за четыре, наверное. Ну, вот смотри, мне кажется, что когда выступаешь, в любом случае, первый раз вообще ничего не видишь вокруг себя. Ты помнишь какое-то вот волнение? Такое, сейчас уже можешь по сторонам глядеть? Ну, да. То есть уже так, а, стоит, спокойно крутит тебя, Наташа, но есть уже в ребятах какая-то такая перспектива? Конечно, но дело в том, что когда первый раз выходишь, одно дело ты крутишь в спокойной обстановке, да, это вот как к тебе на первый эфир прийти. То же самое, потеют ладони, вот, с седьмого уже нормально. С седьмого нормально. У нас есть телефонный звонок, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно, Светлана, ну, приходите, пожалуйста, сегодня увидимся на вечерке. Мне кажется, будет вам тоже интересно. Частушку вы нам приготовили? Да, хотя бы, так я в декретном выпуске сижу, ухо, детскую честушку. Давайте. Косим травку в огороде, отдыхаем на природе, пьем коровье молоко, как нам дышится легко. Ух ты, ах ты. Все мы космонавты. Почему-то, спасибо. Вообще, вот, как вы считаете, вот, есть старые частушки, которые многие знают, многие, как бы, любят, поют и так далее. А новые частушки, почему-то вот они все какие-то, ну, я не знаю, некоторые очень пошлые есть, и которые даже не хочется вспоминать. Вообще, вот, помните, бабушек, дедушек поют что-то вот на вашей памяти? Может быть, пели или танцевали под частушки, там как-то что-то вспоминается? Ну, какие уже точно не вспомнятся, но бабушка у меня пела частушки. По гармошку, во дворе еще тогда сидели, когда выходили вечером во двор, и пели частушки все вместе. Спасибо большое, Светлана. Еще один наш претендент на победу в нашем сегодняшнем конкурсе частушек. Вам хорошо время провести сегодня с вашим малышом. Ну, а, друзья, 202, 11, 22. Не так много времени остается до конца эфира. Есть еще возможность у вас позвонить, спеть частушку. Не стесняйтесь. На кону приз, билеты в театр. Это хороший такой, мне кажется, замечательный подарочек, чтобы 22 августа сходить, в общем-то, провести время на спектакле «Семейный портрет с посторонним». Наташа, ну вот насчет частушек, да, как бы ты тоже, я знаю, изучала эту тему, очень глубоко копала. Есть ли любимая у тебя частушка? Сейчас я вспомню. У меня просто... Несколько любимых. У меня очень много теперь любимых частушек появилось. Наверное, по Самару вот самая любимая серия. Вот. Ну так, если проговорить, даже не петь, вот что там интересного, может быть? Ну, про балалайку, наверное. Балалайка играет, балалайка поет. Балалайки ножки сделать, балалайка пойдет. Откуда эта вот частушка? Частушки, большую часть я услышала именно в ансамбле «Лад» новосибирском, в котором, собственно говоря, в котором я пела в Новосибирске, потому что это они являются организаторами лагеря. Какие-то частушки я находила в наигрышах, просто в других мелодиях набираешь. В интернете также какие-то старинные наигрыши. Записи обычно очень плохого качества, где-то под балалайку бабушка какая-нибудь поет. Но там самые такие, самые вкусные частушки. Они интересные, они смешные, но они, скажем так, юмор достойный. А вот все частушки, которые ниже плинтуса, они вот в интернете просто набираешь, вот они сразу вылазят. Частушки, которые... Современные. Да, Бэхэй и все остальные неприятные буквы. Ужасно. Вот, к сожалению, хороших сложно найти, но мы, гуляя по Питеру, зашли в один магазинчик старых книг и нашли там сборник старый. Пять тысяч частушек и все, вот все, вот одна лучше другой. Вот, но вот подружка моя первая купила эту книгу, вот, обещала мне отсканировать, да, она с Екатеринбурга, она обещала отсканировать и прислать. Я буду обязательно выкладывать. Частушки в день. Прекрасно, на ближайшие лет 10 хватит. Ребят, вы сегодня выступаете? Да. У вас есть какая-то красивая уже такая народная одежда? В чем выступаете? Есть, да? Рубах. Рубах. Лена, у тебя тоже? Ну, у меня пока нет, но... Надо заняться этим вопросом. Любая девушка с красивой, с косой, да, и... С шашкой, да еще и в рубахе. Я знаю, что вы ездили еще и в Ширяево недавно, буквально минувшую субботу. Давайте посмотрим фотографии, как это было, что вы там делали. На выходных... А, ну, вот сейчас, наверное, сначала про комментарии к фотографиям. Это фотоквест. Придя на площадку в субботу, мы сразу увидели объявление. Объявляется фотоквест. Десять заданий. Нужно было найти вот мужчину с тележкой камней, мы вот на гору полезли. Нужно было найти ремесленника и сделать с ним корзинку. Нужно было отыскать зеленую корову. Мы кое-как ее нашли в селе, и нас не пустили, потому что вход был платный, но мы вот так вот аккуратненько из-за забора мы как-то вот так вот сфотографировались. Такие вы, красивые, яркие. Вот, и нужно было выполнить, пройтись по всему маршруту, выполнить задания. Вот, ну, вот наша вариация барлаков на волне. Вот, от Весты вариант, когда мужчины заботятся о девушках и, собственно говоря, их катают. Молодцы, ваши мужчины. Вот, в общем, в конкурсе мы победили, что могу сказать. Получили свой сладкий приз. Вот, а данной фотографии нужно было каким-то интересным образом сфотографироваться с известным художником. И мы придумали один из вариантов. Вот такой вот фотоотчет получился у нас. А сам фестиваль был невероятный, на самом деле. У нас Самара славится тем, что у нас много фестивалей проходит, и мы почти все их посещаем по возможности. Но данный фестиваль носит характер гастрономического фестиваля, и проходит уже девятый год, а мы на нем второй раз были. В этом году площадка фестивальная очень понравилась, потому что там были практически все коллективы и все ребята, все клубы, которые занимаются возрождением народных традиций с разными уклонами. Там были и казачьи ансамбли, вот, Ладушки, Вольницы, которые мы часто ходим на вечерки. Там были ребята, ну, наверное, всех невозможно перечислить, но практически все были. Приехали мы туда в пятницу, уехали в воскресенье, и все дни была какая-то интерактивная программа. Это были игры, это большие вечерки, мастер-классы, это ярмарка была, это множество казачьих ансамблей выступали на сцене, то есть можно было сравнить. Ребята из Уфы приезжали, уфимская вечерка, они тоже проводили наравне с нашими ведущими. То есть те, кто не поехал, как я, жалеют об этом. В общем, в следующем году надо тебя с собой брать обязательно, потому что программа очень насыщенная и очень веселая была. Друзья, у нас минутка остается до конца эфира, и еще раз хочется всех сегодня вас пригласить потанцевать, поиграть, молодецкие игры, какие-то забавы интересные и для детей, и для взрослых встречаемся в 18.00 на мастер-классе по архангельской кадрилле от Натальи Копыловой, будем разучивать. А уж то, что выучим, я так понимаю, будем танцевать в 7 часов. Ну, в 7 часов мы можем потанцевать другие, потому что... С 7 до половины девятого, да, сегодня на улице Ленинградки. На Ленинградке наше любимое, замечательное место, молодогвардейская Ленинградская, вас ждем, приглашаем с большим удовольствием. Ну что ж, большое спасибо, ребят, что пришли. Всем вам желаем позитивного настроения, несмотря на погоду. В общем, отдыхайте, набирайте сил, осень не за горами, чтобы, как говорится, завершить, может быть, какую-то такую вот плохую череду плохой погоды. Сегодня вечером встречаемся, танцуем, играем, развлекаемся. До встречи, не переключайтесь. Одежда ведущим предоставлена магазином «Мисс Бафос». Город Самара, улица Гагарина, дом 60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова